Валя и Никита Но такие минутки отдыха случаются у детей не так часто, ведь всё свободное время, и Никита и Валя проводят на тренировках. Вот так я делаю 15 раз по 5 подходов. Отжимания, беговая дорожка, велотренажёр, упражнения на пресс, прыжки на скакалке, восстановление дыхания после интенсивной тренировки. Глубокий вдох. Медленно, медленнее, ещё медленнее, сильно дуешь на ногу. Ещё раз. Вот, молодец, всё, видишь, успокаиваются. И так каждый день. Пропускать занятия себе дороже. Ведь Валя не понаслышке знает, как тяжело преодолеть дистанцию. В прошлом я вообще ели как ехала. Ну, если честно, как бы несколько километров проехала и уже в автобусе сижу, потому что как бы не сильно так была подготовлена. А сейчас вообще готовлюсь сильно. Самосовершенствуясь. Приводя себя в необходимую физическую форму, готовясь преодолеть огромную дистанцию на велосипеде, в голове этой юной девочки сидит одна мысль. Чтобы меня, во-первых, забрали, много друзей, чтобы найти, чтобы было, чтобы всё получилось в общем жизни. В этом году, благодаря неравнодушным людям, участники «Сердца километров», ребята из детских домов Красноярского края будут колесить на собственных велосипедах. После призыва телеканала «Енисей» сейчас детям уже подарено 11 новеньких двухколесников. Несмотря на серьёзное выражение лица, Никита не может нарадоваться подаренному велосипеду. Каждый раз перед выездом протирает его тряпочкой, чтобы блестел пара прогулочных кругов и тренироваться. Аплодисменты ребят подбадривают Никиту, и он с новой силой берёт высоту. Каждый день тренируюсь. Бегаю, прыгаю, в длину прыгаю, тростяшку делаю. Очень сложно будет преодолеть 240 километров. Но ты постараешься? Да. Буду стараться из всех сил, которые натренировала. Никита – ответственный мальчик. Занимается лёгкой атлетикой, хочет стать кадетом, хорошо учится и очень переживает, сможет ли преодолеть дистанцию 700 километров. Ведь для него это не просто велопробег. Я жду новых друзей, что-то интересное. Семьё? Да. Проект «Сердце километра», который организует телекомпания «Миссей», дарит детям надежду и веру. Но всё же основная задача – привлечь общественность к проблемам сиротства и оставить её в прошлом. Каждый должен узнать, что ребята из детских домов такие же, как и другие, и имеют право на счастье. Никита! 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 При поддержке компании «Красцветмет». «Красцветмет». «Красцветмет» «Красцветмет»